Немножко расскажите о перспективах развития завода в ближайшие годы. Десять лет, наверное, мы не будем так далеко смотреть, но в ближайшие лет пять. Давайте так, если бы это были стабильные времена, мы могли бы говорить о периоде 7-12 лет, но сегодня понимает эту цикличность, которая происходит в экономике в целом, в геополитике и в автомобиле промышленности, в индустрии в России, наверное, правильнее говорить о периоде в 3-5 лет. Динамика изменения такая колоссальная, опять-таки, исходя из объемов индустрии. Опять, к сожалению, индустрия нас не порадовала. В целом, по результатам 2019 года она откатывается назад, как минимум это будет по разным сегментам, но в среднем можно считать 3%. С чем связано? Я, в первую очередь, связываю это с покупательской способностью, однозначно, потому что нужно быть реалистами. Люди должны иметь возможность зарабатывать достаточно средств, чтобы удовлетворять свои определенные потребности, и говорить, что при этом существует естественный износ тех транспортных средств, которые они используют, но об этом, конечно, можно говорить, но реальность состоит с реальностью, это покупательская способность. И это не только мое мнение, основанное на том, на средствах массовой информации и так далее, но это живое общение и с дилерской сетью, и с частью покупателей по всем направлениям, по всем брендам. Да, в зависимости у нас от сегментов рынка есть более позитивные, есть менее позитивные движения с точки зрения роста, но при этом, в целом, это покупательская способность. Мы прекрасно понимаем, что определенная стагнация продолжается, и это основной фактор, который влияет на то, чтобы динамично развивались мы не только наши предприятия, а и более динамично. Если говорить о перспективе, основное направление, сегодня подчеркиваю, это максимально сосредоточиться на сокращении издержек, потому что ценовое позиционирование нашего продукта, оно имеет колоссальное значение. Чувствительность, эластичность продукта по ценообразованию, она колоссальна. Поэтому говорить о том, что мы не будем работать над издержками, дадим удорожание нашим покупателям, это невозможно. Мы должны покупать качественный продукт, скажем, более качественный продукт, чем они получают на сегодняшний день. Мы знаем о тех болячках или узких местах, над которыми мы сегодня очень-очень сосредоточились и работаем. Почему я говорил, что по этому функционалу у нас самые большие изменения, и как в персональном плане, так и с точки зрения визуализации на конвейере. И это работа с поставщиками, и тогда это более длительный процесс. Вы забите две-три болячки, пожалуйста. Две-три болячки? Ну, скажем, в первую очередь, это конструктивные вещи, которые исторически были связаны с продуктом. Также раздатка, раздаточная коробка, которая нам необходимо однозначно улучшать свойства, находить более правильные решения. Это элементы, связанные с тем, что остаточная стоимость автомобиля, исходя из износа транспортного средства, та же коррозия металла, которым сосредоточили сегодня. Это качество для покраски один из кроугольных вещей. То есть то, за что заказчик платит, клиент платит сегодня, и он хочет понимать, что завтра у него этот продукт, он сможет им пользоваться тот период времени, на который он как минимум рассчитывал. Поэтому это из ключевых вещей. Если говорить о, возвращаясь к трех-пятилетнему периоду, то мы уже сказали, это концентрационно-производственная линейка, которая на сегодняшний день есть. Это профи. У нас в следующем году будет двускатная ошиновка, которая даст нам возможность расширить свою продуктовую линейку. Это продолжение по коробке автомат, по улучшению тех свойств по машинам, которые мы делаем. У нас более, скажем, мы обновили буханку с точки зрения интерьера. Сейчас не надо только думать о том, что буханка у нас стала новой. Это тот продукт, который имеет свою нишу, но у него были изъяны и болячки, которые часть корпоративных клиентов или частных лиц указывала. Мы сегодня этот вопрос решаем. А может быть в следующий раз у нас будет возможность, мы вам покажем непосредственно те изменения, которые сделаны со знаменитой буханкой, на которой мы еще продолжаем делать ставку, потому что у них есть своя ниша, исходя из географических особенностей страны. И это, наверное, один из тех продуктов, которые любят те клиенты, которым пользуются. Поверьте мне, это очень такой разношерстный состав. Коробка автомат я уже вам называл. Мы сегодня работаем и над перспективой. И планируем в конце 2021 года все-таки решить вопрос по запуску нового продукта на базе УАЗ. И это включает в себя и новые агрегаты, в том числе и новые двигатели. Турбированный двигатель, который на сегодняшний день проходит испытания на стенде уже, это двигатель нового поколения. На самом деле их будет два. Это и механическая коробка передач, над которой мы работаем. Дополнение к сегодняшней и, конечно, решение вопроса по раздачной коробке. И часть вопросов связаны с независимой подвеской. При этом самое главное, не уменьшить вопросы, связанные с недорожными свойствами автомобиля, то есть той ниши, в которой мы находимся. Дорожание сильно будет? Я в самом начале вам сказал, что ценовое предстояние для нас самый важный момент. Поэтому та наценка, которая будет образовываться, первая часть из него мы должны за счет эффективности компенсировать с тем, чтобы она была адекватной. Мы прекрасно понимаем конкурентную среду, в которой мы находимся. И по, скажем, автомобилям БУ, неспроста, ведь некоторые наши коллеги называют патриот или новый продукт русским правдом. Я бы называл его настоящим УАЗом, оставлял бы в этой нише то, что он делает, но при этом понимали конкурентную среду. Если мы будем ценово позиционированы и уходить выше пределов того, что покупатели оценивают с точки зрения тех свойств, которые мы покупают, мы окажемся в дни игры. Поэтому если... Я думаю, что концентрация должна быть в пределах 5-7-8%, не больше. Но при этом, ведь самое главное, что хочет покупатель? Он готов будет заплатить, он будет видеть, за что он платит. Просто говорить о том, что мы покрываем издержки, связанные с макроэкономикой, общей ситуацией, падением индустрии, это будет неправильно. И это тем вопросом, наверное, который мы с вами будем обсуждать, с точки зрения численности персонала, инфраструктуры и так далее. Поэтому задача как раз-таки и заключается в той точной настройке. Дать новый продукт, но при этом четко понимая, что он будет, ценовым по цене, он будет находиться там, где должен находиться у вас. Сегодня мы видим, конкуренция растет, и решение по тому же Хавалу добавляет нам больше оптимизма с точки зрения того, что конкуренция будет усиливаться, и нам нужно быть, скажем, более прогматичны в наших действиях.